Рынки продолжают лихорадить на фоне новостей относительно угрозы второй волны пандемии. Новая вспышка числа зараженных отмечена в Китайском Ухане, а в Южной Корее вновь закрывают развлекательные заведения после резкого прироста новых случаев заражения среди посетителей ночных клубов. На этом фоне фондовые индексы Азии, Европы и США продолжают снижение. В свою очередь на валютном рынке уже более заметно снижение аппетита к рискам. Несмотря на оптимизм некоторых представителей Федрезерва, высказывающих мнение о способности к быстрому восстановлению американской экономики, трейдеры все же сохраняют осторожный настрой, ожидая сегодняшние данные по инфляции в США, которые должны зарегистрировать очередной этап снижения потребительских цен. Котировка индекса USDX, демонстрирующая силу доллара по отношению к корзине из шести основных валют, вновь растет, поднявшись выше уровня в 100 пунктов. Растет доллар и в паре с японской иеной. За время вчерашней сессии прирост составил 100 пунктов. Аналитики технического анализа не исключают и дальнейшего подъема графика, но для этого необходимо преодоление уровня сопротивления на отметке 107.78, а также рост котировок американских фондовых индексов, что возможно лишь в случае публикации данных по инфляции в США лучше, чем прогнозируют. В противном случае ждем возврат котировки к прежним значениям, но лишь после преодоления уровня поддержки на 106.90. Склонность к риску на рынке немного снизилась и после сегодняшней публикации данных по инфляции в Китае. За апрель месяц потребительские цены в Поднебесной росли самым медленным темпом за последние пять месяцев. И это на фоне карантинных мер, введенных правительством с целью ограничить распространение коронавируса. Значение хуже прогноза, тем не менее, выглядит не столь удручающе, в отличие от показателей изменения индекса цен производителей, являющимся сигналом о том, какая тенденция ждет и потребительскую инфляцию в ближайшее время. Так, барометр рисковых настроений в Азиатско-Тихоокеанском регионе пара австралийский доллар против американского сохраняет свое положение на прежнем уровне вблизи отметки 0,6480. График по факту публикации китайских данных вначале обрушился вниз, но вскоре установил утраченные позиции. Нисходящий тренд все же сохраняется. Эксперты технического анализа продолжают ждать снижения к уровню 0,6358. На этом у нас пока все, мы желаем вам профитных сделок и ждем вас на нашем канале с новыми видео уже через пару часов. До встречи!